Ахмед Аль-Калифа, министр иностранных дел, посла Бахрейна, а теперь слово представляется ее происходящему, госпожа Аурелия Флик, министра иностранных дел Лихтенштейна. Мистер Президент, господин председатель, ваши председательства, дамы и господа, является большой честью вновь выступать с высокой трибуны этой Ассамблеи, в особенности с учетом того, что в Лихтенштейне мы празднуем 25-ю годовщину вступления в ООН. Может быть, мы не являемся теми странами, которые первыми присоединились к ООН, но мы, несомненно, относимся к тому числу стран, которые с убеждением это сделали. Сегодня членство ООН – ключевая платформа для внешней политики нашего правительства и нашего населения, всячески поддерживает это. Две трети выступили за это в результате последних обзоров. Для того, чтобы люди одобряли ООН, много нужно делать, и это важно. Ведь, согласно уставу ООН, этот устав был написан от имени народов мира. Но что же можно сказать у тех людей, на которых непосредственно сказываются результаты работы ООН? Я не имею в виду население Лихтенштейна. Празднуя 70-ю годовщину ООН, мы должны задаваться вопросом. А какой коэффициент одобрения будет ООН среди народов Сирии, Гаити, Центральной Африканской Республики? Или Украины? Шри-Ланки? Действительно ли мы достигаем целей, поставленных в уставе, которые мы так активно и с таким трудом утверждали 70 лет назад в Франциско? Действительно ли мы можем догордиться, оглядываясь в недавнее прошлое? Возглавляемая работа по предотвращению кризиса Эболы в ООН в Западной Африке позволила сохранить тысячи жизней. ЦРТ имеет каталитическое значение для наших усилий в области развития. Мы только что приняли и проложили повестку дня развития до 2030 года. ООН по-прежнему оказывает чрезвычайную помощь, образование, здравоохранение и прочие услуги миллионам людей в различных странах мира. ООН является самым мощнейшим символом защиты прав человека, обеспечения вероятности права, гендерного равенства и защиты уязвимых групп населения. Народы во всех странах мира доверяют этой организации, но очень часто их разочаровывают. Действительно, перед ООН стоят огромные задачи, ошибки неизбежны, и иногда не удается избежать даже и провала работы. Но нет оправдания, когда организация не в состоянии выполнить суть своего создания. Нет оправдания тому, что люди, которые призваны и которые должны защищать гражданских лиц, и в частности детей, подвергают их неглуманной эксплуатации. Нет оправдания провала дипломатии в Сирии, когда гражданские лица страдают от вопиющих актов насилия, от экстремизма, терроризма во всем регионе. И нам не следует искать оправданий. Нам необходимо искать решения. Мы должны работать лучше. Поддержание мира безопасности – это основной кругольный камень устава ООН. Поэтому в глазах народов мира работа Совета безопасности определяет, действительно ли ООН работает успешно или нет. Как и многие другие, мы хотим, чтобы Совет безопасности действовал решительно, эффективно и руководствовался общим разумом и принципами разумного смысла. Это ведь основная задача, которая предлагается на Совет, и прежде всего на его членов. Но и другие должны вносить свой вклад. Совет работает от нашего имени, и мы должны выполнять его решения. Иными словами, мы здесь работаем сообща и разделяем ответственность как за успех, так и за неуспех. Руанда, Сребреница и сейчас Сирия – это, в общем-то, мрачные вехи и факты, указывающие на то, что Совет не всегда справляется со своими задачами. Мы должны признать это, когда мы отмечаем 70-ю годовщину организации в октябре месяце, и принять новые решения в отношении повышения эффективности нашей работы в будущем. В этой связи Лихтерштейн возглавил дискуссию в рамках группы по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности, с тем, чтобы эффективнее бороться с преступлениями в виде геноцида, преступлений против человечности и военными преступлениями. Кодекс поведения, который был разработан и принят в Совет-запасности, является важнейшим фактором для того, чтобы поддерживать своевременные и решительные действия со стороны Совет-запасности, нацеленные на предотвращение или прекращение массовых жестоких преступлений. Иными словами, нужно работать конструктивно. И, во-вторых, нельзя и не следует препятствовать принятию значительных, весомых, заслуживших доверия и резолюции в этих целях. 59 государств уже взяли на себя такие обязательства, о которых говорила выше. Я надеюсь, что еще больше государств к ним присоединится, когда мы 23 октября объявим официально об этом кодексе поведения. Я надеюсь, это придаст новый импульс в усилиях по поиску и нахождению соглашений и достижения консенсуса между странами, которые используют право обвета. Господин председатель, для того, чтобы бороться с массовыми известными преступлениями, нужно работать эффективно. Эти преступления имеют очень далеко идущие и последствия, которые невозможно повернуть спять. Нужно прежде всего защищать гражданских лиц, женщин, детей. Но прежде всего нужно не допускать таких преступлений. Это сложная, долгосрочная задача, которая связана с работой всех частей системы ООН. Но когда мы видим, что нестабильная ситуация приводит к эскалации, мы должны использовать превентивную дипломатию. Это мощный инструментарий в наших руках. Очевидно, нужно больше усилий и инвестиций направлять в это направление, как на политической, так и финансовой плоскости. И мы должны решить вопрос о том, как можно отточить и усовершенствовать эти инструментарии. Мы знаем, что скоро будем праздновать 50-ю годовщину принятия резолюции СССР-1325, которая посвящена теме женщины и миробезопасности. И это прекрасный повод вновь посмотреть в целом на то, как активнее привлекать женщин к обеспечению мирных разрешений и как их защищать в вооруженных конфликтах. И, по сути, это уже будет эффективным большим достижением. Однако, тем не менее, мы в общем и целом, в принципе, в большинстве случаев не выполнены обязательства, взятые 15 лет тому назад. По-прежнему, женщины и девушки страдают от насилия, изнасилования, сексуального насилия, от того, что они вынуждены перемещаться и бежать из своих стран. Давайте облегчим их судьбу. Председатель. Непростые сейчас времена не только для ООН, но и для учреждений, которые тесно связаны с ООН. Я имею в виду Международный уголовный суд, МУС. Суд является одним из... Как первый своего рода международный суд, основывающийся на леворах, он является первым своего рода судом, который работает в рамках международного права. За 10 лет этот суд зарекомендовал себя как центральный орган в деле борьбы с безнаказанностью. Понятно, что в рамках работы суда следует решать много политических непростых вопросов. Мы должны поэтому усилить нашу поддержку этому суду. Более государства присоединилось к Римскому статуту. Сейчас 123 государства, которые присоединились к этому. И я думаю, что большее число государств должны присоединиться к суду и сотрудничать с ним. И другими учреждениями, такими как Совет Безопасности, необходимо интенсифицировать оказание поддержки национальным усилиям в области проведения расследований и преследований преступников. Взаимосвязь между МУС и ООН усиливается. Благодаря компаньским поправкам в отношении преступления и агрессии, МУС поможет обеспечить обязательное выполнение ключевых положений устава, а именно запрещение применения силы. Самые серьезные формы незаконного применения силы являются не только нарушением устава ООН, это является также преступлением, которое влечет в собой уголовную ответственность для виновных в таком преступлении. Сейчас уже прошло более года, и мы вот-вот уже после того, как еще несколько ратификаций поступят, сможем обеспечить введение в действие юрисдикции суда в отношении таких преступлений. Это повысит эффективность работы международного механизма борьбы с уголовной преступностью и ООН. На заключение, председатель, я хотелось бы поделиться некоторыми мыслями в отношении беспрецедентного уровня и объема числа перемещенных лиц в мире. Это огромная задача, которую предстоит решать ООН. Страны, которые находятся в конфликтных зонах, отчаянно пытаются решить эту проблему уже довольно-таки долго. В последнее время Европа, в общем-то, находится под влиянием этого явления, и это является серьезным испытанием для Европы. И хотя Лихтенштейн не является членом Европейского Союза, Лихтенштейн очень хорошо на себя ощущает последствия этого явления для нашего континента, Европы. Поскольку наши страны характеризуются большой степенью интеграции, поэтому на основе соблюдения прав человека, на основе международного права необходимо пытаться найти решение этой проблемы. Региональные подходы – ключ к таким решениям. Но миграция и потоки беженцев – это не только региональное явление, это глобальное явление, поскольку люди бегут развивающихся стран в более радостные страны. В следующем году будет проводиться гуманитарный саммит, и я думаю, это очень уместная возможность и соответствующая платформа для рассмотрения этого вопроса. Председатель, мы сталкиваемся со сложнейшими вызовами, однако не вариант терять надежду. Поэтому в заключении я хотел бы поделиться с вами мыслями одного человека, которым я очень восхищаюсь, и который очень тесно сотрудничал с Лихтенштейном. В 1944 году он высадился на берегах Нормандии, он принимал участие в освобождении концентрационных лагерей, и он возглавил процесс судебный в Нюрнберге. Ему сейчас 95 лет, и он по-прежнему борется за закон, а не за войну. Что он и делал на протяжении всей своей жизни. Его зовут Бенджамин Ференса, и у него есть три совета для всех нас. Я их сейчас процитирую. Никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, и еще раз, никогда не сдавайтесь. Продолжение следует...